Дорогие друзья, от имени правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом еще раз приветствую вас в Москве на форуме, который посвящен вопросу, остающимся и по сей день весьма и весьма актуальным. В этом зале присутствует представитель российской диаспоры из более чем 70 государств мира. Здесь потомки участников Первой мировой войны, эксперты, историки, журналисты зарубежных русскоязычных средств массовой информации, члены Всемирного координационного совета российских соотечественников. Здесь и посланцы молодежных организаций соотечественников, олицетворяющие преемственность поколений. Она жизненно необходима для восстановления связи времен, сохранения исторической памяти как неотъемлемого условия консолидации усилий в интересах динамичного развития и процветания нашей Родины. Первая мировая трагедия глобального масштаба, которая унесла миллионы человеческих жизней, повлекла огромные экономические потери, кардинально изменила политический ландшафт европейского континента. По сути, Великая или Большая война, как ее тогда называли, положила начало новой эпохи во всем мировом развитии. Россия не хотела войны и стремилась удержать другие державы от рокового шага. Тогда, как и сегодня, наша страна выступала за крепкие и доверительные отношения между государствами, мирные и бескровные решения конфликтов. Но нас не услышали и партии войны взяли верх. Россия же в полном объеме выполнила свой союзнический долг. Благодаря подвигу русских воинов была спасена Франция, заложены предпосылки для конечной победы Антанты. Сама же Россия не воспользовалась результатами самопожертвования ее солдат. Страну захлестнул хаос революции и гражданской войны. Революционный надлом положил начало первой волне эмиграции. По всему миру оказались рассеянными, по разным данным, до полутора миллионов русских людей, людей творческих, в расцвете сил, глубоко искренне болеющих за судьбу своей страны. Их потомками в наши дни являются миллионы человек, для которых Россия не просто родина предков, но предмет постоянного живого внимания, духовной связи, сочувствия и забот. В непростых условиях русская эмиграция сумела сохранить свои духовные и культурные традиции. Она дала миру таких выдающихся мастеров искусства, как Рахманинов, Стравинский, Шаляпин, Кандинский, целую пледу известных ученых, включая создателя первого вертолета Игоря Сикорского и изобретателя современного телевидения Владимира Зворыкина. Трое представителей эмиграции стали нобелевскими лауреатами. Иван Будин по литературе, Василий Леонтьев по экономике и Илья Пригожин по химии. Вряд ли шестилетний мальчик Лев Тарасов, которого увозили из Москвы в эмиграцию, мог предполагать, что он под именем Анри Труайя войдет в пантеон бессмертных французской академии, станет автором более сотни томов исторических и художественных произведений и одним из наиболее читаемых писателей Франции. Можно с полной уверенностью говорить, что российская диаспора стала важным фактором переплетения и гармонизации культур, укрепления доверия и взаимопонимания в отношениях между государствами и народами, элементом стабилизирующего, облагораживающего влияние на ум и настроение в Европе и мире. Говоря словами Достоевского, речь идет о всемирной отзывчивости русской души, в которой заключается потребность всеединения человеческого с полным уважением к сохранению полной свободы людей. История Первой мировой содержит многие уроки, актуальные и в наши дни. Среди них важность государственной мудрости при принятии внешнеполитических решений. Сегодня востребована выработка всеобъемлющих подходов к преодолению конфликтов, к поиску ответов на общие для всех глобальные вызовы и угрозы. Нельзя руководствоваться задачами продвижения конъюнктурных интересов, навязывать миру собственную исключительность, проявлять неразборчивость в средствах достижения целей. 1 августа, в день памяти российских воинов, погибших в 1914-1918 годах, президент Путин, выступая на открытии памятника героям Первой мировой войны на Поклонной горе, их подвиги, жертвенность во имя России на долгие годы оказались в забвении. Сегодня на нашем форуме присутствуют Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский и Александр Александрович Трубецкой. Именно по их предложению 4-й Всемирный конгресс соотечественников в 2012 году призвал организовать сбор средств на такой памятник. Искреннее спасибо всем, кто откликнулся на этот призыв и воплотил эту идею в жизнь. В мероприятиях, посвященных столетию начала Первой мировой, активно участвуют Министерства иностранных дел, все наши дипломатические представительства за рубежом. На сайте МИДа собрана детальная информация о десятках выставок, конференций, презентаций, открытых памятниках, отреставрированных мемориалах. В грядущем мае мы будем отмечать 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Вместе с организациями соотечественников предстоит продолжить усилия по уйковечению памяти павших, сохранению исторической правды, противодействию героизации нацизма и ревизии итогов Второй мировой войны. Уроки истории требуют бескомпромиссной борьбы с любыми проявлениями расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, агрессивного национализма, шовинизма. Дорогие друзья, мы высоко ценим Ваш настрой на укрепление связей с исторической Родиной. Ваш вклад в объективное восприятие образа страны в мире, в продвижение русского языка и российской культуры за рубежом. Ваши усилия помогают строить сильную и процветающую Россию, верную своим вековым традициям и нравственным ценностям, открытую для равноправного, честного сотрудничества со всеми, кто к этому готов. Желаю Вам плодотворной работы и всего самого доброго. Спасибо.